Гугл набрать читы для Warface, которые у тебя что-нибудь своруют. Закупка читов. Там нельзя прийти с улицы и купить просто. Финайте, берите, ставьте, а мы пошли. С макросами надо бороться, мы пока еще до этого не добрались. Warface сейчас вышел на консольный рынок. На консолях там еще хуже, гораздо хуже. Да ладно! Это видео как бы продолжение фильма «Читер», в котором я взял интервью у тех, кто поставляет читы для игроков. Некоторые зрители пытались обвинить меня, что я на стороне читеров, и в фильме не было контр-мнения. Ударь меня. Что ж, на этот раз я отправлюсь по другую сторону баррикад. Мы поговорим с теми, кто находится на передовой войны с хаками. С людьми, которые сами разработали античит, поставили его на несколько игр и теперь активно развивают систему и поддерживают. Помимо разговора о античите, я воспользовался случаем и задал вопросы о багах, гличах, которые возникают в мультиплеерных проектах. С них, пожалуй, и начнем. Вы на канале СтопГейм, я Антон Паули, и мы начинаем погружение. И чуть не забыл, ролик является партнерским, но я согласился на него только при условии, что я задаю любые вопросы и не буду специально перемонтировать или вырезать какие-то неудобные моменты, если они появятся. Моя цель — получить объективный материал, без попытки очернить или обелить кого-то. Сколько жалоб в день поступает? Ну, в среднем на нарушение игровых правил поступает около 290 жалоб в виде запросов в техническую поддержку. А если говорить о внутрикровых жалобах, то эти цифры очень большие и порядка трех тысяч. Это получается практически каждые 10 секунд падает жалоба. И сколько из них представляет бессмысленный бред? Ну, смотря что понимать под бредом, они... Конечно, игроки могут написать там все, что угодно, если говорить о внутрикровых жалобах. А также они все, что угодно могут написать и в запросе, но нам все равно приходится рассматривать, потому что все-таки это может оказаться запрос именно обоснованный. Как работает механика жалоб? Сколько нужно репортов на конкретного игрока, чтобы вы стали разбираться? Одного хватит? Ой, да. В принципе, хватит и одного. Если в техническое обращение, в техническую поддержку, да, хватит и одной жалобы на игрока. Если это имеется в виду внутриигровая жалоба, то тут у нас имеется приоритет. То есть, естественно, мы раньше проверим того игрока, на которого больше всего пожаловались. К вам, например, приходит репорт от игрока. Но я сомневаюсь, что каждый игрок может объяснить внятно, что с ним произошло. Как происходит процесс поиска в коде? Опишите хоть действия. В этом случае наши действия напрямую зависят от характера проблемы. Например, недостаточно легко проверить ошибку в описании того или иного предмета. Если игрок описывает более сложную проблему, например, мы с ним пытаемся выяснить, каким оружием набить достижение, то мы обращаемся к внутренней документации. Есть такие ошибки, которые исключительно обсуждаются напрямую с разработчиками, и для исследования решения необходимо непосредственное вмешательство специалистов из BlackCode. А так, чтобы правильно сообщить об ошибке, не обязательно обладать набором каких-то специальных знаний. Достаточно знать, как повторить эту ошибку или попробовать повторить ее еще раз. Сможете припомнить самые нелепые ошибки или дыры в игре? Для разработки из интересных случаев вспоминается, когда у нас в игре появлялся новый баф для экипировки, который снижает урон с каждой пули на 15 единиц, то в процессе внутреннего тестирования выяснилось, что некоторые боты на PvE-миссиях слабого уровня, они наносят урон или равный 15 единицам, или меньше, чем эти 15 единиц. Соответственно, получилось так, что игрок в этой новой экипировке, он вообще не получал урона от противников на слабых PvE-шках, и им подкрутили урон, чтобы они с этими игроками нормально взаимодействовали, и хоть какую-то опасность для него вообще могли представить. Из того, что видят, что могли встречать игроки, есть внутренние системы у движка графического в частности, что когда, например, он загружает уровень и не может какой-то объект подгрузить, к примеру, у игрока антивирус поел файлы клиента или что-нибудь еще, то есть каким-то образом у него поврежденные файлы клиента, но уровень при этом загружается, то игре нужно что-то на месте этого покарабоченного объекта показать. И в нашей игре по дефолту этим объектом является огромный желто-оранжевый чайник. И он... Чайник Юта, который... Что? Стандартный примитив из 3D Max. Да, может быть он. Я, если честно, не знаю, как выглядит Максовый, но наш выглядит очень смешно и забавно. То есть, например, если у человека не подгрузился какой-то объект маленького размера, игрок может увидеть маленький чайник на его месте. Если не подгрузился большой объект, он может увидеть огромный чайник. И мы видели скриншоты от игроков, где они показывали чайники размером с пятиэтажный дом у них на уровне. Но мы им советовали просто проверить клиента игры на целостность внутренних файлов, и это помогало. Но выглядит это смешно и необычно. Игрок не ожидает это увидеть. Или еще был тоже на ПТСе, например, такой случай, когда игроки некоторые друг для друга могли выглядеть огромными. То есть мы видели скриншоты с нашего тестового сервера, где, например, один из пяти игроков команды он был для других игроков высотой примерно с 10-15 этажное здание. То есть он просто головой мог уйти в небо, его не было видно, а у себя на компьютере он был обычного нормального размера. Это тоже смотрелось довольно смешно, но благо все это находили на тестовом сервере, и на лайф это не попадало. Но сутью нашего разговора является взгляд на читы со стороны защиты. И поговорим мы об этом с человеком, который непосредственно занимается безопасностью игр и является одним из создателей античита. Мрак. Сколько времени вы разрабатываете античит? С конца 14-го года, это почти 5 лет. Почему именно свой античит? Почему не привлечь какой-нибудь батл-Ай или баг? Так, можно. И на самом деле мы раньше-то пробовали использовать сторонние античиты, но проблема в том, что никакой античит вообще не поможет, если его просто поставить на игру и расслабиться. Потому что через 2 месяца научатся его обходить, и все читеры те же вернутся. Поэтому чтобы там какой-то эффект вообще иметь от античита, нужно постоянно исследовать все эти читы, которые сейчас актуальны, и пытаться с ними бороться, дорабатывать античиты. Чтобы делать это оперативно, быстро, нужно какое-то свое решение иметь. А когда со сторонней компанией заключается контракт, они же тоже должны обновлять его, работать над античитом. Да, они это делают. Они же не продают античит в упаковке «нати, берите, ставьте, а мы пошли». Безусловно, безусловно. Но когда ты берешь решение какой-то сторонней компании, у них много клиентов. Но по-любому они что-то делают, но делают это гораздо медленнее, и нет тесной взаимосвязи, нет связи между ГЛ-ами, разработчиками игры, разработчиками античита, чтобы они вместе, как бы, скооперируясь, что-то решали проблему. Давайте поговорим немного о механике античита. В каком месте непосредственно он находится? Где, так сказать, его КПП, которое не допускает вход читов? КПП? Да. Коротка передач? Нет, контрольно-пропускной пункт. Так, ну, во-первых, во-первых, собственно, античит работает внутри клиента игры и следит за тем, что там происходит внутри. Потому что любой чит, он пытается воздействовать на клиент игры. Как-то или изнутри, или снаружи. Соответственно, во-первых, античит пытается изнутри смотреть, что происходит с клиентом игры. И, во-вторых, сейчас у нас уже работает в ядре операционная система и следит за тем, что происходит на уровне ядра. На это нам пришлось пойти, после того, как все читы залезли в ядро операционки и начали менять поведение операционки. Сейчас на Warface все читы очень глубоко залезают. Сложно, они начали менять поведение Винды, чтобы обманывать нас. В смысле менять поведение Винды? Что происходит с ней? Как меняется ее поведение? Ну, она начинает отвечать не совсем то, что должна, там, какие-то запросы. Например, там, какая-то о свойствах памяти, там, еще о чем-то. Таким образом пытается скрыться. Проект Warface сейчас вроде вышел на консольный рынок. Там есть ли необходимость вашего античита? На консолях, на консолях, там с читерством все гораздо лучше, чем на PC. Лучше в плане... Ну, в плане того, что там гораздо меньше читеров. Вот. Там, собственно, это обусловлено тем, что консоль из коробки, она не позволяет запускать всякий левый софт. Она только запустит там нормальную игру, которая там разрешена производителем консоли. И, вот. Собственно, там есть всякие хаки, которые там... То есть взламывают консоли, конечно, чтобы запускать все подряд, но это довольно рискованно, потому что там у тебя после этого консоль в любой момент там производитель может ее забанить или забанить аккаунт этого пользователя. Соответственно, вот это является довольно серьезным устанавливающим фактором для потенциальных читеров. То есть работа для вас там особо нет? Ну, по сути, да. Есть ли читеры на консоли? Однозначно ответить нельзя. Потыкав эту тему палкой, я не нашел того изобилия сайтов и предложений. Самое близкое, что мне попалось, это радар на PUBG, который совместим с версией на Xbox. И то там это запускается на пару с бубном и выводится на ПК или телефон. В основном же хлеб консольного читера – это гличи. Например, как разогнать урон на оружие до любых цифр. Гличи активно обсуждаются в сообществе, и с помощью таких вещей даже берутся официальные турниры. К примеру, в 2017 году турнир по For Honor, который превратился в аттракцион, кто использует больше багов и эксплойтов. Но участников не только не сняли с соревнований, но и наградили. Еще не стоит забывать о прокачке аккаунтов в GTA 5. Описания способа нет в открытом доступе, но по наличию условий, которые необходимы, можно сделать вывод, что прокачка осуществляется путем переноса сохранений или вроде того. Аналогичными способами действовали на консолях прошлого поколения, когда сохраненки с прокачанным шмотом перекидывали на свой аккаунт в Diablo 3. Но самое интересное, что можно сделать на консолях, это использовать, так сказать, аппаратные читы, когда ты через специальный переходник подключаешь клавиатуру и мышь. Это дает игроку солидный буст к скорости и точности, а если учесть еще и автонаведение для геймпадов, так вообще сказка. Это, конечно, не прострел через всю карту или какой-нибудь ВХ, но все же. И к тому же сама Sony уже официально продвигает и продает свой набор клава-мыши ценой в 150 вечно зеленых. Так что сейчас каждый может эволюционировать и играть в консоли как настоящий ПК-боярин. Посмотрите на счастливого парня из рекламного ролика. Я знаю, что античит мрак стоит на нескольких играх в разных жанрах. Есть ли отличия работы античита в MMORPG, например, из шутеров? В самом античите принципиальных отличий нет. Тем не менее, в зависимости от игры конкретной, используется разный набор фич этого античита, в зависимости от того, какие проблемы на конкретной игре встречаются. То есть, если брать шутеры, тот же Warface, там основная проблема обычная, это классические читы, там в Улхаке, аймботы, автошоты. Если брать RPG, тот же Archeage, то там, собственно, ботоводство основная проблема. И с ботоводством он может справиться? Очень с трудом, но тем не менее, что-то делать приходится, потому что иначе еще хуже, гораздо хуже. Поясните, ботоводство – это запуск нескольких аккаунтов с одного компьютера? Тут не совсем то, что он запускает с одного компьютера. Основная проблема в том, что они автоматически в этом работают сами. И какие механизмы есть, чтобы их остановить? Какой порядок действий? Там нет какого-то порядка действия. То есть мы пытаемся бороться… То есть обычно для работы бота используется какой-то дополнительный софт. Ну, по сути, как читы, как правило. И, собственно, мы точно так же пытаемся защитить клиента игры от того, чтобы им автоматически управляли, во-первых. И пытаемся как-то обнаружить, если что-то такое работает. Когда заходит разговор о взломе, всегда всплывает такое понятие, как уязвимость или дыра. Но понятие слишком общее. Может, на примере какой-то старой или неактуальной уязвимости объяснить или что она из себя представляет? Ну, вот в Варфейсе когда-то давно в читах была такая фича, как магнит ботов. Там, собственно, чит, он притягивал с карты всех ботов и врагов и ставил там напротив дула читера. Там оставалось только стрелять. И, собственно, ну, естественно, там все это перемещение происходило только внутри клиента игры читера. Но при этом, когда там стреляешь, вот попадание, они уже вполне себе там сервером нормально регистрировались. Вот. Ну, проблема тут была в том, что, собственно, сервер игры там не проверял, где реально находил жертву там в момент, когда в нее попали. То есть там от клиента игры читера приходила информация, что вот попали там в жертву, которая находилась вот в этом месте, но сервер не проверял, реально ли она там была. Ну, и, собственно, вот, то есть тут классическая дыра, и, собственно, ее закрыли, и вот перестал эта фича быть. У вас на сайте в разделе о античите есть одно из направлений работы. Это наблюдение за существующими площадками. В чем оно заключается? Наблюдение в чем заключается? Да. Ну, у нас там, грубо говоря, есть список известных нам площадок, которые мы там периодически обновляем. Ну, и, по сути, там ссылки, там, или, не знаю, еще какие-то каналы там и так далее. И каждый день там мы с утра там обходим все это, просматриваем, что там нового появилось. Что-то новое появилось, скачиваем, соответственно, там покупаем, проверяем, исследуем, там, соответственно, там обновляем там базу античита там и так далее. По сути, у вас идет такая шпионская война, а саботажем вы там занимаетесь? Ну, по сути, нет, саботажем мы не занимаемся, но вот есть такая разновидность, так называемые закрытые читы, которые там нельзя прийти с улицы купить просто. Вот, да, мы там пытаемся внедряться в эти закрытые группы, там, как-то шпроваться, там, покупать все это тоже смотреть. Нас тоже там вычисляют, оттуда выгоняют и так далее. То есть, если вы покупаете, то у вас в студии должна быть статья расходов по типу «закупка читов». На какую сумму вы затариваетесь в месяц? Да, есть такая статья, но она, на самом деле, вообще ничтожно маленькая, там, по сравнению с остальными тратами, вообще ничтожно. Ну, на нее можно все-таки сходить, там, покушать в ресторане, например? Покушать, да, можно. Провал сквозь текстуры. Почему это происходит? Если очень, очень общее говорить, то в игре, как таковых, в игре нет физики, в том плане, в котором эту физику знаем мы. Это в любом случае эти правила, они описываются как бы самими программистами, и не всегда можно предусмотреть какие-то случаи. И поэтому вот эти игровые правила, они пытаются как-то воспроизвести реальные. Но, естественно, все это строится на каких-то допущениях, уловках и так далее. Когда ты играешь каким-то персонажем и передвигаешься по игровому миру, то на тебя действуют некие силы, которые тебя, грубо говоря, вдавливают в пол, некоторые силы, которые тебя выдавливают из пола. И если сил, которые выдавливают тебя из пола больше, то ты ходишь по этому пространству. Если больше сил, которые тебя вдавливают, то ты улетаешь вниз. Это если очень кратко. И эти гличи, скажем так, они могут встречаться, чаще встречаются на месте стыков геодаты объектов. То есть там, где объекты как-то начинают друг с другом взаимодействовать, и взаимодействуют не так, как это изначально предполагалось. Но если говорить о провале сквозь текстуры, вообще именно как об этой фразе, в которой ее употребляют обычно юзеры, то сквозь сами текстуры невозможно провалиться. Это просто картинка, которая натягивается на некий геометрический объект, который задан игрой. Соответственно, можно провалиться или как-то попасть сквозь геодату, описанную игрой. А текстура — это просто картинка, которую ты видишь, но проваливаешься ты по факту сквозь другой объект. То, что ты через картинку улетаешь, это просто уже как следствие идет. Некоторые нечестные игроки уходят за текстуры. Они специально это делают, и получается, они могут убивать, а их нет. Да, смотри, тут ведь как, не знаю, можно пытаться просочиться сквозь вертикально поставленные текстуры, чтобы, например, попасть внутрь какого-то дома, но у тебя все равно будет под ногами геообъект, который будет тебе мешать, например, упасть вниз. Но игроки, мне кажется, они чаще сталкиваются с ситуацией, когда они падают куда-то сквозь пол и начинают падать, падать, падать. Вот этих видосов по любой игре достаточно. А если говорить об абьюзерах, которые ищут в какую бы щелку просочиться, чтобы внутри какого-то объекта постоять, то это все правится довольно легко. Одного буквально видео или скриншота достаточно, чтобы разработчики у себя в студию подгрузили этот уровень и просто посмотрели, смыкаются ли все объекты по геометрии как нужно. А помимо репортов игроков о том, что где-то можно выйти за пределы карты, программно можно задетектировать игроков, которые вываливаются за текстуры? Да, в такие моменты можно использовать уловки, скажем так, скрытые, неочевидные для игроков механизмы. К примеру, если ты знаешь, что в каком-то месте игрок точно не может оказаться совсем никак, к примеру, это какая-нибудь миссия ПВЕ, и ты понимаешь, что, допустим, это коридорного типа миссия, то ты понимаешь, что за стенами этого коридора игрок не может оказаться совсем никак. То в таком случае за пределами уровня можно просто разместить зону, которая игрока убивает мгновенно, или отправляет куда-нибудь на следующий чекпоинт, или каким-то иным образом она его, ну, игрока возвращает обратно в русло миссии, чтобы игрок не шастал там, где ему не положено. Есть еще один полу-легальный способ получения преимущества. Это макросы. Хоть с помощью них невозможно так же доминировать, как с читами, но все же такая вещь, как компенсация отдачи, может улучшить показатели. Вы с ними боретесь, и надо ли с ними вообще бороться? Ой, я думаю, да, конечно, с макросами надо бороться, потому что, ну, это еще так же автоматизация действий, которая не предполагалась игрой. С макросами на самом деле нам сложно, и особенно если они там строят, и сама мышка умеет воспроизвести макросы, такие мышки бывают. Но там у нас есть как бы ряд идей, что с этим делать. Мы пока еще до этого еще не добрались. У нас сейчас есть там более серьезные пока еще проблемы. Но когда-то мы доберемся до макросов тоже. Макросы для игр запускают последовательность команд нажатием одной клавиши и упрощают прохождение, позволяя сберечь нервы и клавиатуру. Макросы делятся условно на две категории. Первая — это упрощающий игровой процесс, и вторая — создающие преимущества над другими геймерами. К первой относятся шаблоны для ферм, работающие в режиме свернутого экрана, заменять повтор одних и тех же действий. Вторая — это макросы для игры, компенсирующие недостатки оружия. Регулировка отклонения мыши и уменьшение отдачи. Кстати, в том же Warface нашли, как не давать макросам компенсировать отдачу. Разработчики ввели случайное пиксельное отклонение при стрельбе. То есть такой мелкий рандом, который в целом сохраняет паттерн при стрельбе, но макросы уже с этим не могут работать. Так что в целом основная проблема с макросами, по заверению разработчика, решена. Конечно, это не отменяет того факта, что макросы могут использоваться в других случаях, как, например, забиндить выстрел и подкат на одну клавишу, или с помощью одного нажатия достать нож, ударить и убрать. Но применение их очень ситуационно и дает незначительное преимущество. Ну а в целом, вся движуха, буст аккаунтов, читерство, вам не кажется, что это симптом болезни, а не сама болезнь? То есть? Ну то есть люди это используют не потому что хотят, может их что-то не устраивает в игре, и они таким способом высказывают свой протест, ну как панки, например. Ну, если играешь, то надо играть честно, потому что иначе ты в результате любого читерства ты даешь себе больше преимущества, чем остальные игроки. Ну то есть это не было заложено изначально в игре, и это неправильно. То есть я с этим борюсь, но если вопрос касается самого геймплея, самой игры, это, наверное, не ко мне вопрос. Хорошо, давайте тогда к другой теме. Буквально на днях была новость, что в сети активно распространялись читы для Apex и CS GO. Куда был строен Троян, который очень резво врывался в систему, утаскивал там данные кредиток, пароли к аккаунтам Steam и так далее. И я подумал, что это неплохой инструмент борьбы. По сути, у вас идет война с читерами, а на войне все средства хороши. И такие прецеденты как бы дискредитируют читы. Игрок сто раз подумает, прежде чем решится купить античит, а читоделам придется часть сил тратить, чтобы вернуть доверие к продукту. Как вы считаете, вот это наказание, оно соизмеримо в проступку читера? Естественно, воровать что-то с кредитки я не считаю правильным ни у кого. Но на самом деле, если сейчас открыть Google и набрать читы для Warface, большая часть того, что там найдется, это как бы есть всякие Трояны, которые у тебя что-нибудь своруют или тебе что-нибудь сломают. Но работать они вряд ли будут вообще. То есть там процентов 10, наверное, то, что там выдаст тебе Google, это будет что-то работающее из читов. Можете назвать ту границу, где игровая смекалка превращается в нечестную игру? Ну, то есть разницу между уловкой и абьюзом? Ну, в принципе, уловки и хитрости при игре все же предусмотрены существующей механикой. Будь то прострелы, пропрыжки, позволяющие там застать противника врасплох. Например, абьюзом механики являлись подкаты в стену у нас в игре. Мы от них избавились. Но когда мы говорим об абьюзе, наверное, не нужно применять каких-то особенных тактических решений. Это чаще всего выглядит бесхитростно. На высоком уровне игроки стреляют приблизительно одинаково, метко обладают примерно одинаковой реакцией. И при таких равных обстоятельствах побеждает тот, кто правильно принимает тактические решения. И можете сказать, или тот, кто раньше забагает, но за тактическую и грамотную игру еще не было ни одной блокировки. А вот за исполнение багов очень даже много. Ладно, финансовый вопрос. Я не буду спрашивать, сколько вы зарабатываете. Но мне интересно, какая часть денег в процентном соотношении идет именно на разработку античета и защиту игры. Но на самом деле, какое соотношение, я сам не знаю, Тарас. Но и второе, я просто не вправе финансовые вопросы какие-то рассказывать. То есть не смогу ответить. Тогда такой вопрос. Сколько человек работает в отделе? Сколько человек в отделе защиты? Да. Шесть человек. Но ошибки и уязвимости устраняют уже в другом отделе. На самой игре это отдельная студия Blackwood, это не мы. То есть мы занимаемся конкретно, мы, во-первых, исследуем эти проблемы, помогаем разработчикам. Рассказываем, в чем там суть проблемы. Пытаемся с ними как-то вместе что-то придумать. Реализацией уже они занимаются. Мы, как отдел защиты, помогаем исследовать и плюс занимаемся разработкой античета. И плюс там еще у нас некоторые есть тоже активности. При подготовке к съемкам я нашел интересное видео, где блогер Дмитрий Крымский общается с разработчиками читов. Короче, собрались киберпреступники Warface, да? И примечательно, что большая часть ролика именно о читерстве Warface. В нем читодел очень много камней кинули в сторону студии My Games с античитом Rack и так далее. Так вот, я перед интервью попросил сотрудников студии посмотреть ролик и дать свои комментарии по поводу этого видео. Конкуренция. Это война между магазинами. Магазины друг у друга. Один разработчик покупает чит другого, сливает в мейл, тогда мейлотцы начинают его разбирать. А так мейлотцам пофиг. Пока и сами люди мне предоставят. Я могу сказать, что это совершенно не так. Нам действительно пользователи иногда приносят читы. Насколько эти пользователи являются их конкурентами, я не знаю. Нам действительно иногда приносят читы, но полезным это бывает крайне редко. Обычно у нас уже все это есть. То есть 90% работы подслеживания читов мы сами делаем. Мы предлагали снести вообще большинство вот этих вот читов непонятных по 100 рублей, которые мешают действительно на ПВП. В обмен на определенную услугу. Мы оставим вот один свой фактор, который они не будут трогать. Он будет работать только лишь на ПВЕ и вообще невозможно с ним будет зайти на ПВП. На что как бы нам отказали. Хотя мы готовы бы предоставить большую базу. Ну, это да, это правда. Я могу сказать, что нам нет никакого смысла вообще договариваться с читоделами. Тут есть два фактора. Во-первых, вот все эти бесплатные дешевые читы, которые они нам предлагают снести, они у нас уже давно есть. И за эти читы там быстро банят и на самом деле никаких проблем в игре не приносят. Проблемы в игре все приносят небольшой набор сложных читов, которые не всегда удается там оперативно поймать и разобраться с ними. И, собственно, во-вторых, такой фактор, что вот с одними читоделами мы с этими договоримся, а что-то с другими делать. То есть даже если мы там сегодня со всеми договоримся, там завтра в эту же нишу освободившись и придут новые читоделы. То есть это все бессмысленно. Тем более, ну как мы там вот не будем трогать какой-то чит? То есть со временем там это вырастет большую проблему. Потому что там читеры будут чувствовать безнаказанность с ним. То есть если не трогать один чит, то его решение, ну, просто размножат другие читоделы. Ну, об этом говорил разработчик из ролика про читы. Даже если ты вкатишь хак первым, то достаточно кому-то придумать фичу или функцию, которая делает другой хак круче, и просто скопировать те же функции и просто сделать их удобнее. Более того, иногда тот, кто придумывает, получает меньше прибыли и профита, чем тот, кто копирует. Они же, ну, подсматривают решения друг у друга, а потом просто сверху накручивают какую-то новую фишку. То есть если вы не будете один трогать, то будет только он просто в разных вариациях. Самая главная проблема — это Mail.ru. Да, вот сказать бы Mail.ru, молодые люди, пожалуйста, хотя бы ограничите, чтобы люди не могли инжектить с помощью Windows тех же... Подмену ДНР, побольше. Да, вот мы можем тупо подменять Mail.ru.ntg, то есть Mrag.ru, и все, инжектится. Хотя бы дефолтные вещи. Начните с этого. Ну да, мы как бы обязательно когда-то это сделаем, когда-то обязательно ограничим инжект, подмену библиотек и прочее. Правда, на самом деле, в том, что продвинутые читоделы, они всегда найдут способ обойти все эти блокировки инжектов и прочее в античете. Ну, там технически невозможно это на 100% закрыть. Поэтому, собственно, мы в первую очередь работаем над тем, чтобы с другими механизмами детекта, уже работающих вот этих вот читов сложных, мы работаем в первую очередь над этим, но когда-нибудь обязательно доберемся до блокировки инжектов. Это, конечно, уменьшит какое-то количество простых читов, но за эти простые читы и сейчас уже банят очень быстро. Сколько лет я работаю с компьютерными играми, и до сих пор я не могу, как мне кажется, до конца понять психологию этих людей. Мне действительно с научной точки зрения, с такой исследовательской, если так можно сказать, хотелось бы выяснить их внутреннюю мотивацию и понять, что этим людям не хватает, потому что, возможно, мы как игровая индустрия могли бы им что-то дать, что вернуло бы их в стан нормальных игроков. И, например, я иногда захожу послушать общение нарушителей в Дискорде и в подобные вещи, слушаю, как они обсуждают, как их банят, слушаю, как они обсуждают то, что они делают сейчас или будут делать споро, ну, они просто общаются, и у меня такие противоречивые чувства складываются. Все мои комментарии по конкретным статам, они заключаются в типа «да ладно» или «ну что за хрень» и так далее. Ну, если бы мы не писали то, что мы пишем, и не делали то, что мы делаем, то ничего бы и не фиксилось. Есть такая ерунда, Дим, что то, что фиксит Mail.ru, это по факту даем им мы. Ну, это какая-то покарабченная логика, какая-то покарабченная, не знаю, восприятие ситуации. Они мне какой-то, не знаю, круг анонимных алкоголиков напоминают, которые прекрасно понимают, в какую яму они упали, но не собираются из него выкарабкиваться и поддерживают там друг друга всеми силами. И я не знаю, что к этому добавить. В конце всегда требуется сделать вывод, подвести итог. У меня в голове возникла по этому поводу такая мысль. Читерство есть в любом популярном проекте. Из-за этого студии создают целые отделы, разрабатывают системы защиты и каждый день пресекают попытки взлома. Иногда это могут быть не просто отделы, а самостоятельные фирмы, которые создают античит и буквально строят бизнес на этом, продавая свои услуги. То есть, по сути, читерство в играх создает рабочие места и ниши для заработка. Но с другой стороны, представьте, студия вынимает часть ресурсов из проекта, которые могли бы пойти на создание нового контента. Карт, там, не знаю, оружие, шлифовку. И эти деньги перекидываются на его защиту. Куча человека часов сжигается в этой бессмысленной и бесконечной войне. И страдают от этого в конце концов обычные геймеры. Их могут нагнуть читеры, они могут попасть под случайную блокировку, они могут недополучить контент, потому что у студии эта часть ресурсов ушла на защиту. Или разработчики латают очередную уязвимость, вместо того, чтобы лишний раз отшлифовать игру и пофиксить какие-то внутриигровые ошибки. И от этого становится немного печально. А на этом у меня все. Напишите что-нибудь позитивное, поделитесь своей историей, которая у вас произошла на полях онлайн-сражений. Я с удовольствием прочитаю. А с вами был Антон, всем удачи, всем фейерплей. Остров сломанных игрушек, все, что мы хотим забыть.